Мы, я имею в виду украинцы, чему мы должны противостоять? Чтобы не мнимая, а подлинная духовность развития культуры это заслон от любой сволочи, от любого диктатора. Если мы будем поднимать культуру, нас не победить. Поэтому, девочки, мальчики, читайте книжки. В том числе и русская литература имеет высочайшие образцы культуры. Это Пушкин, Достоевский, Гоголь, Чехов. Огромное количество и Панас Мырный, и Леся Украинка, и Иван Франко, и Тарас Григорьевич Шевченко, про которого народный артист Советского Союза Табаков сказал, что он есть там у них, у украинцев, людей второго сорта, Тарас Григорьевич Шевченко. Да и тот по политическим мотивам. И потому что зрители, которые выходили из зала, задавали им вопрос, кто написал «Вишневый сад». Мичурин. Вот это уровень зрителей нынешнего МХАТа. То есть что царствует? Царствует бабло. И больше ничего. При такой постановке вопроса, если Путин думает, что весь народ его обожает, он его прекрасно превратил в скотское состояние и заставил себя обожать. Каддафи 99% тоже обожали. А потом растоптали его ногами и фотографировались на фоне его трупа. Будет то же самое с Путиным. Так вот, самое главное, что мы должны сделать в нашей стране, в Украине, поднимать культуру. И ее поднимать не тем, кто сидит в первых рядах вот сейчас, а тем, кто сидит вот на галерке. Вам, вам молодые. Вам ее поднимать. Вам строить свободную, независимую, прекрасную, гордую и красивую Украину. До 2013 года в нашем государственном музыкальном театре национального искусства ставились постоянно все новые, новые, новые работы. У нас в репертуаре активно было 30 спектаклей в афише. Это много, в том числе детских музыкальных. Значит, вышли детские музыкальные спектакли, детская опера Муха-Цокотуха-Таракан-Тараканище, Айболит-Бармалей, Маленький принц, Тень по Шварцу. И, значит, вышли взрослые принцесса Турандот. У нас, как вот в прошлом веке, в 1913 год является мерилом последнего рубежа, после которого началась катастрофа. У нас то же самое. После 2013 года, значит, за, ну, в первую очередь, за мою политическую позицию министром культуры был уничтожен наш театр. Я с маленьким коллективом, 15 человек, создал частный театр. Я не стал участвовать вместе с ним, так сказать, в уничтожении, хотя они хотели, чтобы я еще и благословил их на это. Я швырнул этой сволочи в лицо заявление и сказал, что я ухожу. Вот. И на самом деле, учитывая, что в названии моего театра была моя фамилия, то есть Государственный музыкальный театр под руководством Владимира Назарова, во всех официальных документах это писалось так. Я им, конечно, немножко испортил жизнь, потому что пришлось там им менять уставные документы, переписывать, все такое прочее. Но театр уничтожен. Все новые работы после 2013 года уже не благодаря, а вопреки. Значит, я подумываю очень серьезно над тем, чтобы работать в Украине, в моей стране. Прекрасно. Сил много. И неизрасходованных сил тоже. И очень надеюсь, что мое искусство пригодится в нашей стране. Но в Московске, в Днепропетровске. Теперь же это нет. Нет, театр не живет. Театр выживает. Потому что мощная организация, которая была у нас, музыкальные спектакли невозможно ставить как театральную антрепризу. Стол-стул, актер-актриса. И вот уже можно сыграть спектакль. Музыкальный спектакль так сыграть невозможно. Нам нужны музыканты, нам нужны певцы, нам нужны танцоры. Нам все это на сцене у нас было. Все те, кто смотрел наши спектакли, они это видели. И, конечно, назвать это полноценной творческой жизнью невозможно. Кроме всего прочего, путинская пропаганда, часть артистов тоже задела. И часть артистов не разделяли мою... То есть у меня в театре никогда не было политики. Я не считал нужным воспитывать своих артистов в идеалах свободы, независимости и так далее. Мне было до лампочки, кто голосует за какую-то партию. Я считал, что искусство это и есть, собственно, наш вклад в страну. Оказывается, нет. Сейчас надо не просто занять нейтральную позицию, а надо вылезать задницу Путину, публично выйти на трибуну, сказать, о, наш гениальный, несравненный отец всех физкультурников и всех беременных женщин. Мы тебя обожаем, а я особенно. И покажи мне место, которое тебя поцеловать. Много знаменитостей именно так и поступили. Хазанов, Кобзон, Валерия, Пригожин, Верник, Басков, Бондарчук. И некоторые наши артисты считали, что в интересах театра я должен был бы делать то же самое. Но у меня позвоночник старый, не гнется. Не могу я в позе... Как говорят, Россия встала с колен. Значит, встала с колен. Вы представьте, когда человек встает с колен, он в какой позе стоит? Да. Вот в такой позе она сейчас и стоит. И с ней делает наша власть что хочет. Кстати, насчет встала с колен. Значит, первые четыре года премьер-министром нашей страны был Михаил Касьянов, мой друг. Лидер партии Парнас. Я с ним дружил тогда. Дружил до того, задолго до того, как он стал премьер-министром. И потом был премьер-министром и стал оппозиционером. Мы продолжаем дружить, общаться и все такое прочее. Так вот, он был самым успешным премьером Новой России. И когда он проводил реформы, а первые четыре года его премьерства Путин ему не мешал, у них баррель нефти примерно был, как сейчас. И вместе с тем реформы проводились. И ни о каком стоянии на коленях речь не шла. Сейчас вся пропаганда. Путин спас от развала страну, Путин поднял ее с колен. Вранье от первого до последнего слова. Ничего не спасал, ничего не поднимал. Пока Путину власти для меня нет возможности работать в России. У меня есть много предложений и в Канаде, и в Германии, и в Украине. То есть, где применить свои силы, есть где. Конечно, я хотел бы больше всего на свете работать на две страны, это Украина и Россия. Потому что там зритель, который нас понимает, там зритель русскоговорящий, украиноговорящий, так сказать. Это зрители, для которых можно все то, что мы делаем, без перевода давать. Самый лучший зритель на свете. Но плеть и опухо не переживешь. Что-то я пытаюсь сделать. Я вообще сделал бы, конечно, образование бесплатно. На всех уровнях. И платил бы ребятам хорошую стипендию за то, что они учатся. Я готов работать и в Киеве, и в Новомосковске, и в Днепропетровске. Мы подробно обсуждали вопросы создания некого организма в рамках нашего города, который позволил бы здесь заниматься культурой, искусством и так далее. Поэтому, понятное дело, что все это будет упираться в помощь спонсоров, так как в казне денег нет, а бесплатно ничего, бесплатно могу работать я. Но сшить костюмы, сделать декорации и нанять коллектив педагогов, которые будут работать с молодежью и превращать их из просто талантливых людей в виртуозов и в артистов, для этого нужны педагоги. А педагогам надо платить, правильно? Вот удивительно, все мерзавцы мира начинают с одного и того же. Гитлер сжигал книги. Это вот символ, да? Путин уничтожает культуру. Нынешние депутаты, которые здесь, тоже начинают с того, чтобы обрезать все возможности для поднятия культуры. Культура – это враг любого коррупционера, любого диктатора, любого мерзавца. Культура, умного человека, тяжело поработить, а дурака можно. Правильно, быдлом легче управлять. Быдлом легче управлять. Это правда. Это правда. Поэтому, конечно, если мои силы пригодятся в Новомосковске, я готов работать, что называется, день и ночь. Много возможностей дает демократия, но, к сожалению, демократия нам не дает денег. Не потому, что вообще, в принципе, этот строй не дает денег. Когда заработает, все будет нормально. Открытие новых рабочих мест, новых фирм, все это, муниципальный бюджет, появится возможность в том числе и на культуру выделять средства. Пока вот этого не происходит, бюджет пуст. И приходится договариваться, наверное, с частниками, которые могут жертвовать на культуру. Но, опять же, центральная власть очень неповоротливая. Вы это знаете. Многие вопросы зависят не от Новомосковска, а от Киева. Очень многие вопросы. Меня иногда просто так вот... Ну, я, наверное, четче вижу, потому что я смотрю пока со стороны. И я смотрю, как пробуксовывают реформы в Киеве, да? И я смотрю, как часть чиновничьего аппарата хочет вернуть все к Януковичу, Путину и к этой модели, когда они могли безнаказанно грабить бизнес, когда они могли выкачивать деньги из казны в собственные карманы и так далее и тому подобное. Вот. И я еще заметил одну тенденцию. Чем ярче, честнее и более умелый реформатор, тем больше он подвергается критике в украинском обществе. Те действия ГБ, которые сейчас расширяются на Украину, как только они видят яркую личность, они начинают на нее набрасывать всех собак, потому что понимают, реформатор угроза для путинизма. Успех реформ – страшная угроза. Если Украина будет свободной, процветающей европейской страной, осиновый кол в спину всей путинской системе. Потому что русские, здоровая часть русского общества, вы не представляете, с какой надеждой смотрят на Украину. Это вот, ну что называется, факел свободы, который ярко пылает на украинской земле. Сначала я предложил сделать на украинском языке мухо-цокотуху. Мы от этой идеи с мухой-цокотухой отказались. Либо, по крайней мере, если ее ставят, то надо ее ставить все-таки на русском языке, учитывая, что это Корней Иван Чапурский. Начали обсуждать Лыс Мекита, значит, Ивана Франка, Коты Горошко, Ивасик Телесик и так далее. Все эти темы, которые изначально звучат на украинском море. Поняли, что этот материал слишком маленький по метражу, чтобы превратить это в полноценный спектакль. И тогда начали обсуждать, а нельзя ли, допустим, взять того же Ивана Франка и переписать, сделать по мотивам. Он, ну как классика, гениального поэта в украинской земле, ну как его корежить, резать и все такое прочее. И тогда нам пришла в голову, называется, каска про сирка. И Лида спрашивает, а что это? Я говорю, ну что, жил-был пес. Каска про сирка, это жил-был пес. Лида говорит, так вот это и сделайте. И мы пришли к общему результату, что мы попросим каких-то молодых, выдающихся поэтов написать стихотворный текст и сделать спектакль «Жив, табу, без». И в этой теме мы можем творить что угодно. Во-первых, это популярная тема для всех нас. Все помнят Эдика Назарова, кстати, с его замечательным, гениальным совершенно мультфильмом «Жив, был пес». И тут мы можем отвязаться, уже не задевая ничьих интересов и не трогая иконы. Разумеется, я буду ставить спектакль «Лесная песня» в Киеве, наверное, на украинской море. Я думаю, что на виду с возрождением Украины будет возрождение культуры. Очень надеюсь. И вот это позволит читать и образовываться. И кроме всего прочего, я же надеюсь, что украинцы сейчас будут изучать языки, в том числе английский. Вот если мы стремимся в Европу, то язык межнационального общения в Европе английский, когда все знают, да? Вы должны разговаривать как минимум на двух языках – украинском и английском. А если вы владеете русским, ну, значит, еще хорошо. Вы вселили в нас большую надежду. Мы очень будем рады, что вы будете творить на Украине. И мы будем с удовольствием принимать участие в ваших проектах. Я знаю прекрасно, что Московск будет обязательно в первых городах, где будут премьеры ваших прекрасных. Это сход 100%. Я знаю, что вы под именем... Я бы даже сказал, я бы даже сказал, не в Новомосковске, они будут раньше, чем в Киеве. До премьерных. До премьерных. И я знаю, что вы еще и поднимите украинское кино, будем так, потому что вы талантливы всесторонние. Много лет назад мы были на концерте вашем, посвященном 75-летию вашей мамы. Концерт был великолепчий. 19 номеров, чем, разных стран мира. Ваша программа у меня осталась на всю жизнь. На всю жизнь. Там ваша песня, подаренная Новомосковску, песня Новомосковске и песня мамы. Вот это танцамбль, я, кстати, руководитель. Здесь мы сидим, ансамбль Бандуриста. Новомосковский. Так вот, на репетициях я не один раз говорила. Это как пели девочки у Назарова. Вот я никогда не забуду. Они у вас стояли двумя шаренками и пели, глядя друг к другу в лицо. Помните? Помню, конечно. Вот скажите, ансамбль этот, конечно, распался давно. Этот ансамбль и эта программа вошли с 2002 года составной частью Государственного музыкального театра национального искусства. Почему? Потому что в Академии Гнесиных, которой я набрал курс в 2000 году, первая программа была как раз вот этого направления. Да, и в 2002 году, когда приказом министра культуры был создан театр, по моей инициативе, естественно, 22 февраля. Кстати, интересная дата. 22 февраля у меня родился внук Тихон. Ровно в 10 часов утра 2002 года, 22 февраля, то есть 2-0-0-2, потом 0-2, потом 2-2. Да, сплошной двоечник. Вот родился Тихон. И в этот же день и час в 10 часов утра Швыдкоин, министр культуры, подписал приказ о создании Государственного музыкального театра национального искусства. Конечно, он этого не сделал, если бы не приказал Михаил Михайлович Касьянов. Касьянов сказал сделать и доложить. Поэтому это было сделано. Так вот, первой составной частью этого театра и был курс Грязинской академии, который мог исполнять эту программу. И мы на протяжении всего 14-летней нашей истории до разгрома, мы исполняли эту программу, которая называлась «Акарнавал». И даже когда нас уже уничтожили, с какого-то перепугу, не знаю для чего, министерство захотело дать нам возможность выступить в зале Чайковского. Программа называется «Этнокалейдоскоп». Ее можно посмотреть. Поэтому на всем протяжении основа нашего театра как раз были музыканты, который умеет танцевать, играть как драматический актер и петь на разных языках. Это была основа нашего театра, поэтому он назывался музыкант для театра национального искусства. И если я что-то буду делать в Новомосковске, в Дипропетровске или в Киеве, то я буду делать именно театр национального искусства. Потому что я считаю, что одним из животрепещущих и важнейших тем на Земле является умение разных народов жить вместе. Именно из этого вытекают разные войны и разные вот такие авантюры, какие устроил Путин на востоке Украины. Ведь он же в России, здесь-то это не так ощущается, а в России в основном вся пропаганда была заточена на ненависть украинцев к русским. Вот украинцы жили, 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 разговаривали многие на русском языке, считали его своим родным. И тут вдруг встали с кровати и думают, что же я сегодня не доделал с утра. А, мне же надо начинать ненавидеть Россию и русский. Вот это примерно выглядело так. Было бы очень смешно и глупо, но в это все поверили. А почему поверили? Потому что было десятилетие, даже больше, уничтожение культуры. Если бы этого не произошло, то люди бы сказали, какая ненависть. А так нормально. Спасибо вам огромное за внимание к моей скромной персоне. Слава Украине! Слава! Спасибо всем! Всего доброго, хорошего дня!